Новое учебное заведение распахнуло свои двери для учащихся в День знаний. Здание Кузоватовской школы номер один рассчитано на 420 мест. В торжественном открытии учебного заведения принял участие глава региона Сергей Морозов. Наконец-то я очень рад, сбылась наша с вами большая общая мечта. Построить здесь для Кузоватовской школы номер один новые современные здания. Здание, в котором будут учиться мальчишки и девчонки, прежде всего младших классов. Здание, в котором будет располагаться не только начальная школа, но и детский сад. И поверьте мне, мы очень старались, и я, и председатель законодательного собрания, и ваш замечательный руководитель района Александр Наумович, чтобы обустроить это замечательное здание, эту школу к новому учебному году. В новом здании школы 13 учебных кабинетов, спортзал, бассейн, современный пищеблок. Также есть кабинет врача, психолога, логопеда, помещение для группы продленного дня, библиотека, актовые и музыкальные залы. Эта школа, она оснащена самой современной техникой. В каждом классе есть интерактивная доска, есть интерактивные панели. В коридорах у нас предусмотрены тоже панели игровые, чтобы дети могли... Есть у нас отдельная рекреация игровая, есть рекреация гражданской патриотической направленности. Также мы планируем, чтобы здесь у нас находился автогородок, где ребята будут изучать правила дорожного движения. Строительство школы было начато в прошлом году в рамках федеральной программы по созданию новых мест в образовательных организациях. На новую школу было выделено 275 миллионов рублей. Как говорят школы, это будущее. И если строить школы, значит наше будущее будет развиваться, будет развиваться наше поколение подрастающее, которые станут достойными нашими представителями, достойной смены и достойными патриотами нашего государства, нашей области и нашего района. В комплексе школа-сад с 1 сентября будет обучаться почти 300 детей с 1 по 4 классы. Затем будут открыты 6 групп детского сада и 2 группы детей раннего возраста. Эльвира Зималова, Даниил Сурков. Новости Ульямской правды.